Коллеги, доброе утро! Да, вы правы, в Керчи собирается увековечить память воинов-интернационалистов-мемориалов. 31 год прошел с того момента, как советские войска покинули Афганистан. 15 февраля для города-героя это дата, которая готовится всегда заранее и с особым трепетом. Подробнее о том, какие мероприятия ждут всех керчан в этот день, нам сегодня расскажет Семен Петров, председатель правления Керченского местного городского отделения Российского союза ветеранов Афганистана, а также Валерий Большаков, ветеран-афганец. Доброе утро! Доброе утро! Для начала, конечно, я думаю, стоит начать с вопроса, сколько керчан принимали участие в военном конфликте в Афганистане. С 1979 года керченским военкоматом было признано 460 человек. На сегодняшний день на учете состоит 370 человек, из них 290 афганцев. И остальные принимали в различных конфликтах участие, то есть являются ветеранами боевых действий. А сколько погибли там? У нас, к сожалению, погибло 12 человек, тех, чьи жизни безвременно ушедшие вдали от Родины. И они увековечены у нас на памятном камне, который стоит прямо в центре города, на площади Ленина. Спасибо, Валерий Валентинович. Семен Герасимович, расскажите теперь нам, как в городе чтут память керчан, воевавших в Афганистане, и какие события ждут жителей в связи с этой датой? Во-первых, именно сейчас, на утренних линейках, во всех образовательных учреждениях, где установлены мемориальные доски, возлагаются цветы. В 12 часов к могилам наших погибших афганцев, члены правления и Валентина Ивановна Опивалова, она так более-менее ходячая, будет возлагать цветы. Решением общего собрания нашей организации принято решение о создании памятника. Макет памятника мы уже обсуждали в направлении. Есть вопросы, которые мы согласовываем с администрацией, руководством города по этому вопросу. И все-таки, может быть, уже есть какой-то первоначальный эскиз? Как будет выглядеть этот памятник? Есть, эскиз есть, все есть. Воин в камуфляже, с оружием, как положено. Хорошо. А где он будет установлен? Рядом с памятным знаком. И по просьбе воинов-пограничников, представителями Валерия Валентиновича является, мы планируем и поставить знак государственной границы, столб. Замечательно. А в какие сроки все это будет сделано, уже известно? Мы сейчас обговариваем этот вопрос. Открыт расчетный счет. В программу «Комфортная среда», чтобы включили это. Ну и обращаемся к гражданам города с просьбой оказать благотворительный взнос. У предприятия, предприниматели. Мы убедительно просим помочь в решении этого вопроса. Хорошо. А расскажите, пожалуйста, еще о том, какие мероприятия проводятся в течение года, в которых могут участвовать ветераны-афганцы. Практически мы участвуем во всех общегородских мероприятиях, связанные с военно-патриотической работой. Конечно, в силу возраста основная масса у нас еще работает. Но по возможности наши ветераны приходят в образовательные учреждения и решают эти вопросы. Спасибо вам большое, Валерий Валентинович и Семен Герасимович, за то, что вы пришли к нам сегодня в студию. Мы были очень рады вас видеть и пообщаться с вами. Коллеги, я напоминаю, сегодня у нас в студии был Семен Петров, председатель правления Керченского местного городского отделения Российского союза ветеранов Афганистана, а также Валерий Большаков, ветеран-афганец. К этому часу у меня все. Я передаю вам слово. На память. Большое спасибо, Даша. Желаем вам отличного настроения и добрых новостей. Напоминаю, на связи была Керчь и корреспондент телекомпании Крым Дарья Зимина. Керчь и корреспондент телекомпании Крым Дарья Зимина.